В Люберецком округе детские сады продолжают работать в штатном режиме. Как проходят будни дошкалят и какую профилактику проводят сотрудники, чтобы предупредить вирусные заболевания, узнаете из нашего сюжета. При входе строго требуется надеть бахилы. Далее следует термоконтроль и мытье рук. Только после этого ребенок может зайти в группу. Родители передают своего малыша администратору. Проход в учреждение для взрослых ограничен. Я уверена в безопасности своего ребенка. Каждое утро проводится утренний фильтр на входе в садик. Нам все мерят температуру, справляются о нашем самочувствии. Поэтому я знаю, что ребенок в группе находится среди таких же здоровых, как она. И больные дети не будут допущены в помещение. Я уверена, что такие меры помогут нам. Несмотря на ситуацию, с детьми продолжают заниматься. Юные люберчане изучают и рассказывают стихи, занимаются физкультурой. Правда, в связи с карантином она проходит в группах. Они, как обычно, на улице. Также в профилактических мерах временно приостановлена работа бассейна. В настоящее время наш коллектив прикладывает максимум усилий для предотвращения распространения инфекции. На сегодняшний день проведен в каждом корпусе ряд организационных и гигиенических мер. Проведены генеральные уборки. Убран весь мягкий инвентарь. Игрушки. Шторы. Все занятия проводятся по расписанию. Детский сад открыт в 7 утра. Кроме того, ребята продолжают готовиться, как обычно, к конкурсам. Однако в этот раз они будут проходить дистанционно. Ребенка своего водителя в детский сад я не боюсь. Я полностью доверяю коллективу детского сада. Уверена, что все необходимые меры для этого проводятся. Несмотря на все меры, принимаемые в борьбе с коронавирусом, некоторые родители все же предпочитают оставлять своих детей на карантин в домашних условиях. Я оставляю им свободно. Она должна быть у нас посередине. Видишь, приблизительно посередине. Появившееся время Наталья полностью посвятила сыну Эрику. Вместе они освоили бисероплетение, написали несколько картин, соорудили множество подделок. Особое внимание мама уделяет физическому развитию ребенка. Остается только придерживаться правил, которые могут нас защитить. И я думаю, что все будет хорошо. В то же время с 23 марта все школы Подмосковья перешли на дистанционное обучение. Анна Троян, Денис Кельми и Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.